В втором сегодняшнем матче. Где у нас принимает участие команда Asura и команда AnyCan? Чё ты так пытаешься до сетвера достучаться? Не знаю, хочу обсудить прошлую игру с американцем. Как она ему? Так. Engicancer. Команда... Ну, видимо, они хотели Angry сделать, но чё-то у них не пошло. Может быть, Японец вбивал название. Хотя тогда получился бы Angry Canse. Они же бакуре не выговаривают, ты же понимаешь. Ещё шутка была у Стюарта Ри про режиссёра Angry и Don't make me Angry when I'm Angry. Так, Лондруид первым баном. Вот это подход. Может быть, они что-то знают, может быть, догадываются, что там... И войн. Должны всё-таки изучить соперника, мне кажется. Шиш, может быть, это быстрая будет игра. Я сомневаюсь, что там, знаешь, они 50 матчей с Лондруидом и Вайдом играли. Мне кажется, это просто неадекваты. Там играет Дабас, практически Дубас, Сэр Лапол или Джиапол, не знаю, Джикс и Яфин. Лаваш, это не стати. Сир Лаваш. А, где Асура. А, Сир Лаваш. Да. В команде Асура играет Ник. Это школьник 12-летний, который всегда стал организаторов. Лёха. Лёха 25 километров, видимо, он сразу обрисовал свой пенис в своём никнейме. Но приврал на многие-многие километры. Хэппи. Человек счастлив, что он играет. Хэллоу. Точнее, Хэллоу. И Дима Зе 3. 3, это, наверное, столько ему лет. Вот такая вот команда Асура. Дезраптор первым пиком. Опять, между прочим, Дезраптор первым пиком. Ну и что, хотелось бы добавить. Баны, конечно, немножечко такие нестандартные, Энги Кенсора. Илья сразу сказал, что это неадекватно, но я всё-таки придерживаюсь теории, что посмотрим, что будет дальше. Давай на деньги спорить. Ну, вот опять. Давай на деньги спорить. Тебе деньги есть, что ли, не жалко? Нет, мне почему не жалко? Я выиграю тебя, я считаю, что Асура победит. Вообще без проблем. Ну, я пока... Знаешь, а вдруг я тоже думаю, что Асура победит? И ты как-то тут... Ну, хорошо. Давай-ка как-то спорить-то такие. Типа, мол, сколько будет угловых за матч и так далее. Это поворот такой, знаешь, я тебе специально говорю, Асура победит, а на самом деле я что-то знаю. Я вот дота-баф-то проверил. Так что, может быть... Ты так и сейчас... Ну, а может я хочу... Я тоже хочу проверить дота-баф, но на мне стрим висит, и я не могу тут открыть его. Не так уж много команд с названием Angry Cancer на дота-бафе. Ну, видимо, Angry Cancer много, а вот Angry Cancer одна. Ладно, я тебе так скажу. Я все-таки думаю, что Асура победит. У нас сейчас бой двух Якадзум. У команды Асура рейтинг на дота-бафе 3385. Это все еще меньше, чем команда со мной занудой еще одной телкой. И двумя какими... А, с Трегулем еще, еще кем-то, по-моему, холландским. Мы 3800 выбили. 3300. Это у Асура и... Угадай, сколько у команды Angry Cancer? 2200? Нет, побольше. 2700 где-то. 2796. 21 победа, 25 поражений. Ну, не так уж все и плохо. Нет, все... Учитывая, что мне рассказывала Галин, как играет Хованский, и как вы смогли столько выбить. Все просто ужасно. Просто отвратительно, я бы сказал. Я не знаю... Не знаю. Это вообще все плохо. Очень-очень плохо. Нет, ну, давай посмотрим. Все ли настолько плохо. Мне кажется, все будет очень плохо в следующем матче. Я думаю, ты уже прикинул, что к чему. Да, ну вот у меня как бы на новой команде Wild Platypes нет рейтинга, потому что мы состав меняли мы три раза, ни разу подряд не сыграя. Но последние четыре подбора нам давали команды в соперники от 4800, самый слабый, до 5400. Какая-то вообще дико потная команда. Мы ее обыграли, так что я думаю, у нас где-то в районе 5200 был бы рейтинг. Ну, а меньше трех, когда это, конечно, вообще беда. Ужасно. Ужасно. Ну, посмотрим. Мне нравится Subbot, как такой, как он. Для сравнения, самый слабый, самый слабый дотабабб был из всех участников, которых я видел, у команды Moscow Firewills 1900. Где-то, примерно. Да, они еще играли вчетвером, но играли, кстати, тогда неплохо с одной стороны. Может, им помогло то, что они были вчетвером. Кстати, да, бывают некоторые фидеры. Рубик Омник Найт. В пике у команды NG Cancer. Посмотрю игроков тогда, раз обе команды на дотабабб на шоу. Расскажу про них. Давай. Пока идут таки. Так, команда NG Cancer. Член команды IDK HDD. 432 победы, 419 поражений. Средний кода 2 на всех героях. Любимый герой лайфстилля. На втором месте был Усакер. Играют, кстати, ребята постоянно в стаке вместе. Еще один стак у них был, назывался «Секретная дверь». У него 2 900 был. Рейтинг. Джикс. Есть там? Да, Джикс есть такой. 586 побед, 607 поражений. 49% винрейт. Любимый герой Mipo. Средний кода 2. Лучший кода на фунтам лансере 3,47. Все то же самое. Играл в команде Secret Door. Теперь постоянно играют в стаке. В пабах ребята имеют между собой винрейт 55%. То есть даже в пабах. Дабас. С красивой ВР-кой на аватаре. 275 побед, 261 поражения. Любимый герой ВР-ка. И средний кода тоже 2. В команде Secret Door не участвовал. На лучший кода герой Viper. Сэр Лаваш. 266 побед, 280. 48% винрейта. Любимый герой Legion Commander. Видимо он недавно начал доту играть. Потому что Legion не так давно ввели. 58 матчей. Да я бы сказал, что давно уже. Хотя... Ну да. 37% винрейт на этом легионе. Средний кода вообще ужасный. И лучший герой Spectra A474. Играет в основном всегда на легионе. Это чувак. И последний. Яфен. 434-418. 50% винрейта. Любимый герой Pudge. На втором месте инвокер. На третьем Shadow Fint. Очевидно, что этот чувак мидер команды. Any Cancer. Команда Yesura. Собственно, Hello Asura. Сам главный вот этот школьник их. Босс. 1281 победа. 1318 поражений. 49% винрейт. Любимый герой Тайни. На втором месте инвокер. Потом Кунка. Лучший кода Ана Миране. 4.79. Старые Ники. Вуден Стоун. Рокофелла. И Кнокс. Таких тут нет. Не, не, не. Это его старые Ники. Следующий. Леха. 25 километров. 1109 побед. 987 поражений. 52% винрейт. 348 матчей на Pudge. 61% винрейт. У него самый большой СКДА из всех. Тоже играет в основном. Куда только Pudge и в Павел. Последний матч на СВН. Слушай, у него в ранге где-то 30 килов на инвокере. Старые Ники. АМ Супер Хера. Торн Убийца. Ламонатор. Мистер Маленький. Видимо, все-таки врет он про 25 километров. Но пока это самый сильный из всех игроков, которых я посмотрел. Смотрим дальше. Дима Z3. 463 на 450. 50% винрейт. Любыми героями Лондруид. О, так не просто так бан что ли был? 481 матч на Лондруиде. Практически всегда он играет на Лондруиде. Это да. Видимо, Чекали тоже. Дота Бафф. Следующий. А ты посмотри в пик команда Асура. Мипо. Да. Я как раз дошел до этого игрока. Это Ник XDD будет играть на Мипо. 841 победа. 809 поражений. 721 матч на Мипо. Господи, боже мой. Господи, боже твой. 167 КДА. 58% винрейт. Играет вообще только на Мипо. Вот такой вот игрок. И последний это Хэппи. Хэппи матчей не играл. Это фейк, видимо. Созданный для того, чтобы сажать на него кого-нибудь. Черт возьми. 700 матч на Мипо, дружище. Это вообще жуть. Ну, правда, отвратительная статистика, но, видимо, он считает, что он крут. На этом герое. Теперь в Смаке команда Асура перемещается в чужой лес. Вперед, Мипо. Давай, родной. Мы за тебя стоим горой. Давай, Смаке, нагни ты раков. И я добавлю тебя в стим. Шутка. Ну, он сам за себя горой сможет постоять. Мне кажется, такой Мипо скоро чувствует. Ну, слушай, это первый Мипо вообще здесь. Мы сегодня без Лемура, кстати, по-моему, на даче он опять, наверное. Лемур на даче. Лемур бы нам сказал, был ли Мипо вообще во втором сезоне. Интересный такой персонаж. Смак прошел безблагодатно, потому что команда Энни Кен вообще не выходила из-под таверов. И побежали, побежали. Фармить, убивать. Спектра. Чувак вот этот, айдики, фехе. У него, да, самый большой, я говорил, КДА на Спектре. Но по фарму он явно не чемпион. Там у него по 90 крипов за 50-минутный матч. Какой классный, кстати, платочек у Мипо. Слардар в миде против СФ. Баунти Хантер идет в хардлайн против триплы от команды Энни Кен. Там же Спектра, Омник Найт и Рубик. Дима З3, наверное, не очень ловко себя чувствует. Этот русский адмирал-бульдог. Так скажем, не дали ему его любимого Лондруида. И теперь он в беде. Да, я посмотрел баллон Лондруида. Учитывая, что такое количество игр на нем, действительно стоит того. Получилось бы, что взяли этих... О, господи, слово забыл. Мне интересно, следующие команды, которые будут играть против команды Асура, примут ли этого внимание или нет? Тоже так вот. Сигнатурных героев могли бы взглядеть. Ну, посмотрим там. В принципе, мы вот сейчас уже видели все четыре команды. И, скорее всего, Асуре в финале Винеров придется играть с командой... Кто там победил? Олд Фрэнс, да? Ну, посмотрим. Олд Фрэнс на самом деле не так сильно впечатлили. Хоть и победили. Так что посмотрим, что Асура покажет. Хоть у них и рейтинг 3 300, но игроки, в общем-то, опытные более-менее. Я так посмотрел. Вот, кстати, удивительно, что команда Ани Кэн смогла... А, нет, нет. Это у команды Асуры есть флаги. У них спонсор даже есть. Бэнк. И никнеймы игроков написаны прямо на флаге. Правда, одного нету. Как раз-таки... Только не пойму, кого. Так. Леха 25 есть. Ник есть. Дима есть. А, они самого Асуру не указали, но он там как король висит над всеми. Главный в этой команде. Ну и сразу видно, что преимущество команды Асуры просто гигантское по фарму вначале. Никаких сомнений нет, что они будут гнобить по полной команду Ани Кэн. Я хоть и вижу пока всего там 9 крипов, но 8 и так далее. Но во всех линиях превосходство невероятное. Даже Паунти Хантер стоит сильнее, чем Трипла. Кстати, да. Спектра 7 крипов у Баунти Хантера. Нужно 8 и 6 крипов у Баунти Хантера. Действительно, неплохой результат. Да, я бы сказал, вообще хороший. Очень даже. Учитывая, что не принесли даже Сентри Варда, чтобы гнобить Баунти Хантера. Будем так его убить. Как так? Я не знаю. Действительно, было бы, конечно, полезно иметь Сентри Варда. Он просто подходит. Бьет Рубика. Слушай. Он его убить мог почти что. Давай еще Рубик себе его подтяни. Представь, если бы он его к себе подтянул, он бы дал еще автоатаку. Давай, Димон, беги-беги. Две секунды до Инвиза, так что. Не, не, он сейчас срубит его, срубит его, Сурикен. Давай, Сурикен. Давай, давай, давай. Не, да, да. Джина добурет Сурикен, может вполне. Связка не хватит. Не хватило, отлично, красавчик. Уйди теперь, уйди. Это вообще жесть. Сентри Варда, кстати, у них стоит где-то вообще в лесу, не на линии, соответственно, где ставится он где-то здесь. Собственно, и спаун хотели заблочить, еще и спектра тут от крипов получила. Ну что, Димон, уважаю, уважаю. Администратор Ирина болеет за команду Энни Кэн, как может Энни Кэн. И, к сожалению, ей просто не очень понравилось, что школьник пытается ее в кино пригласить из команды Асура, но ничего страшного. Всем приходится пройти через это. Так что команда Асура победит, к сожалению. Ничего не поделать тут. Ну что ж, First Blood в хардлайне, 17 крипов у Слардара в миде, 16 крипов у Ника ХДД, у мипа. Димон, Димон, обращаюсь к тебе на баунте. Пожалуйста, купи Дагон первым айтемом, а вторым этот шатган и просто бегай и наказывай еще там Вейлсе. Купи и сделай 50 фрагов. 18 крипов уже, слушай, ну просто нормально, на самом деле, Асура-то выфармливает команду. Сегодня, в сравнении с первым матчем, просто смотришь на парней, как бы. Не, ну разница даже очевидная. Ну, а ты думаешь, что, видимо, курицу подрезка. Прямо в том, что ее не обузит вообще товарищи из команды Энни Кэн. Она не нужна, она у них бескрылая. Да-да-да. Ну, ТСФ, видимо, так стоять собирается, но зато подрежется мало СФ сейчас. Приехал СФ. Давай-давай, Димон, до конца. Гейминг. Все, привет. Хороший ганг на мид от Баунти Хантера, который на четвертой минуте был пятого ревела. Сейчас шестой возьмет, уже треки пойдут. Классная, конечно, трипла в топе была у команды Энни Кэн. Теточка была мимо от Мипа, но тут вполне не готова даже, видимо, каратимбера. Как в СМИ на лайне, Омник Найта, умереть от Баунти Хантера. Почему Рубик вообще не ушел такой пробитый? Он еще не понимал, что это... Ладно. Судя по тому, что там Хилл все-таки кидал Омника. Они понимали, что под ними БХ остался. Вот это уже получше вардец теперь. Димон в опасности. Цеплять нечем, правда. Кроме подъема Рубена. Ну и сейчас шестой левел апнет на этих хрипов Димон. Да, и уже вполне сможет с треком, опять же, не только гангать, но и получать за это дополнительную сумму денег. Впоследствии уже, возможно, соберет догонище, как ты хотел. Шотган. Ну и какой-нибудь Вейлл в Дискорд, чтобы действительно ходить и ваншотить. Прикольно было. Ну, я думаю, он говно всякое соберет. Так, поставил крипа, чтобы не сбили реген. И тут находится СМ, который получает амплифайку. Ну, стан, правда, что вот Леха кинул сейчас по крипам, но он на спринте начинает гнать. Неплохой стан, аж на пол-ХП. Остается сделать не так-то много. Буквально еще один удар. И это еще один килл в пользу команды Асура. Да. Игры мы тут явно не увидим какой-то. Ну, хотя Спектра еще не так плохо фармит на этом фоне, на общем. И под Тавором там что-то добивает. Более-менее неплохо. Ну, общая сумма 27 крипов. Точно так же, как и на боте стоит Мипа. При том, что саппорты просто отвратительные. Да, остались чуваку под ником Айди Хитов и так и так и так и так. Так что это еще ничего. Да, бас идет в мид. Не-не-не, мне больше интересно, как Асура сейчас будет Спектру лезать. Но не будет, наверное, все-таки. Все-таки Омник такой саппорт, который не дает загнобить, если еще отхиляет. К тому же должен он понимать, что крипы по нему в инвиде не просто так пульнули. Да, понимает Димон. Идет в мид там, где нет центра вардов. Зато там, где есть СФ, которого можно убить под треком. Параллельно можно и Рубика тоже подкусить. Наверное, стоит на Рубика раскрываться. Да. Джинада. Туда кидается и трек. И амплифайка. И парни просто со стана его убивает. Фактически Леха 25 км. Ну, единственное, что, конечно, не стоит уже драться с СФ, а Монскайлов неплохо продлил Слардара. Жалко, что нету на Сюрикена, а то бы еще и по СФ можно было бы неплохо зарядить. Маны нет на Сюрикена. А его могут еще, кстати. Ну, надо уходить уже, где маны не стоит отфидеть. И Слардар тоже стоит уйти. И так все хорошо они делают. Ну, не знаю. Спектра, конечно, это хорошо, но... Одна Спектра против Слардара, Мипа и Баунти Хантера? В принципе, с таким фармом, если он не будет меняться, я думаю, минуте на 20-й будет у него Радик. Нет, дело такое, Идиан, что, может быть, он-то его соберет. Но ты пойми, что там такие герои, которые Слардар с Блинка могут врываться. Он решил еще барабаны по пути собрать, поэтому, наверное, откладывается вообще в очень далекий ящик. С Радик пока. А мне кажется, что это был бы неплохой вариант, Минфер, стоять им в данной ситуации. Ну, дадут собрать или нет, самая главная вопрос. Ну, или в ангар, наверное, мне больше понравился, чем барабаны. Кстати, какая раскачка у Спектра? Давай посмотрим. Это, да, это Спектра, которая... С Макси Даггер. А туда уже выдвигается Слардар, и у Спектры будут проблемы. А вот только сейчас ульт появляется, амплифайка кидается. Ульт не нужен. Зачем? Не, он человек, Макси Даггер, что ты вообще от него хочешь? Уже, пожалуй, хотя бы ульт прожать и уйти куда-нибудь на бот, где стоит в соло-дазл. Спектра определяется тем, что у нее либо Даггер на единицу, либо он идиот. Это идиот. Так что, ничего, ждать вообще не приходится от него. Да, была у Мипа, по язык, у Монтиханта. Он бы успел еще прожать свой Стану выйти и ульт прожать, если бы у него Диспершн был, допустим, на два, на два Дизолейт, и там на единицу Спектрал Даггер. Да, может быть, ну... Но, Надж Даггер про Макси, это же такой клевый скин. Да, учитывая, что у него такой монопол для Спектры. 150 маны за... А урона-то сколько? 150 урона! О-о-о-о! Две тычки! Да, класс, класс. Потрясающе. Противременем Славдар считает еще. Сел тут Тиберцову, просто по морде ему настучали под его же Тауэром. Он, наверное, такой, думал, приду сейчас. Всех спасу с Хардлайна. Да... А туда еще и Рубик подошел, уже кинули трек. За ним выдвигается Дима. И тут уже подойдет, добьет его Славдар. Разбегаются они все. Преимущество по голде уже. СФ под Инвизом сюда заходит. СФ видит, сейчас впивается бутылкой товарищ Леха, 25 КМ. Видит Ассуру, СФ. Хочется ему добить, но не знает, как полицаица Койлом тут бегает. И все-таки добил он его Койлом. Попал, попал. Попал, и теперь получает что? Получает тот стан. А вот следующий Койлом уже не падает. А следующий Койлом уже не падает. А следующий Койлом уже не падает. Но хорошо, что попал ближним Койлом тут не просто был, не просто. Ну и, конечно, Диман подставился. Теперь он лох. Да, первый кто умер. Да, первый кто умер, это лох. Но вообще, наверное, после 10-0 начинается вот так. Да, решил чуть подправить правила, чтобы я свой любимый Бонтикан, правда. Но мне нравится, парень. Стараюсь. Но действительно. Да сейчас тоже всегда рад хорошей игре. Крипов все это время вообще не участвует в фарме уже. Ну, видим, что на боте происходит, блин, Даггер появляется в левом. Я помню, я помню, Дред к этому моменту, играя на пикпо на окупке раков, убил 100 крипов, но даже это неплохо, 56. Ну и, что, не помог там Даггер в спектре очередной раз, видимо? Нет. Зато помог Даггер с лордаром как раз. Как же так? Как же это так? Неужели это бесполезный скилл? Ну, в 4 он его взял. Ну все, теперь точно всех порвет. Теперь целых 200 вылетает у него. Это реально 2000. Красавчик. И мы видим, что происходит далее с Рубиком и как раз таки с товарищем Джикс. Это минус Рубиком Нигнайт, кидает из себя арморку и решил убежать. Понравилось, как Диман получал от Таура и все-таки убежал. Красавчик. Диман железные яйца, я теперь вот так буду называть. Ну и мы видим, что по затарам, что есть чего нет. Есть только барабаны у Спектры и других айтемов я, к сожалению, не вижу. Барабаны и Даггер это связь такая, чувак. Бутсов Тревел, Блинк Даггер, Фейзы. 18% передвижения по следу Даггера и плюс барабаны. Это же какой будет вообще, господи, это будет 23% передвижения и 200 урона. А как уйти от Блинк Даггера? Смотри, лордар просто разваливается на глазах, от него ничего не осталось. Да. Да, вот это класс, класс. Не, дело в том, что если чисто так логически рассуждать, Даггер, чтобы куда-то уйти. Плюс барабаны на то, чтобы мы успеем увеличить, да? Он на единицу и качается, чтобы в лес срыгивать. Не, подожди. Да, срыгивать в лес, но успеешь ли ты вообще срыгнуть в лес, если тебя врывается с лордар. Пассивка там в любом случае помогла бы. Испершна та же самая. А Даггер, когда он тебя врывается с лордар, какой тут уже, блин, спектрил Даггер, чтобы уйти в лес, когда на тебе висит амплифайка? У тебя срезан армор, он тебе с пол лица с руки отрывает. Я не знаю, зачем вообще начать Даггер. В такой, тем более, ситуации, когда тебя постоянно убивают, у тебя есть диспершн, смотри, урон, причиняем в спектре, отражается на него врагов, наносяя, не наносяя повреждения. Добавьте к этому вангуарды, и все будет шикарно. Так, дизалейт, дополнительный урон 65 был бы на четвертом левелю. Ну, сейчас она седьмая, но я не думаю, чтобы она так умирала. Это получилось бы сейчас, у нее было бы где-то 150 урона с руки, с одной тычки. Это говнище дает 200 в одного. Я просто в шоке. Каким надо быть вообще упырем, чтобы Макс... Ну, блин, у меня бомбит от таких людей, ну зачем? Ну зачем? Ну почему? По-моему, это делают специально, чтобы тебя побомбило. Да я же на предыдущих стримах уже смеялся над таким тоже чуваком. И все равно, саново, ну сколько можно? Давайте еще венге, когда у вас луна в команде, стантра максимум. Ну, мы видим, как далее срывается Слардар там вместе с Боунти Хантером, быстро разгрызает Рубена. Дима с Z3 пытается уйти, но, увы, не позволяет ему сделать Тимберсоу. Далее мы видим, как SF, Койл... Развернись, да, злоубей. Да, стант! Ну это, посмотрите, что с SF происходит. А что далее? Ничего, ближний Койл и все. Пожалуй, тут на этом все дело и заканчивается. Кинетик Филд, хороший Кинетик Филд не зацепил Тимберсоу, и Тимберсоу с Резинг Дес убивает его. А вот Слардар убьет сейчас Тимбера. Посмотрите, сколько он выдает с руки урона. Я что хочу спросить, мобстры? Чуваки вообще раньше играли между собой. Господи, бежит за фуловым Слардаром SF. Задо него Дисраптор с 200 хп и дазл со 100. И врыв, какой смелый Слардар! Мипа здесь, сетка будет, подросли, убили Мипа чуть-чуть, опоздал, пошел, пуф-пуф-пуф! И пуф-пуф-пуф! И стана Слардара от Рубика. И Мипа разваливается, бежит пока что. Спектрл Даггер, вот он зачем, он нужен! Зачем ты стопнул его? Убейте Спектру, как-нибудь Мипа умирает! Да, Спектрл Даггер разрешал все. Спектрл Даггер. Беру свои слова обратно. Один килл. Да? Два килла, ладно, два. Там наш статистик уже поставил Вина Ассуре. Я бы не торопился, еще есть. Еще есть шансы, там уже почти готовый этот... Как его... Диффуза. Диффуза у Спектра, да-да-да. Мы примы, что мы видим, 7500 по XP, там бегает Дима, убивает его сейчас. Да, Диман решил, что он еще четверых развалит, но погрячился, молясь. Да... ССФ забирает Double Damage? Ох... Так вздыхаясь прямо ух... Да я... Мне пообидно с командой Аникэн. Ребята же стараются, но... Вообще никаких командных действий нет. Меня больше всего поразило то, как... ССФ отдавался. С Лордару, когда сзади на один Койл два противника было. Зачем? Почему? Причем... Инфа-то была, за ними же бежала Спектра, которая в итоге подрезала одного, а потом еще и Мипа догнала. Кстати, Дазл, надо было прибегать и Мип Сэйвич. Я вообще не видел, где он там после того, как воскресился, оказался. Так, Димана вообще ничему не учит жизнь? Ну... Нет, все-таки... Что-то он чувствует, наверное. Что-то хочет, наверное, сделать с Рубиком, я так и не понимаю. Но у него мы видим Яшу. Да, вы видели, как он на мисс ушел? Прокликало Омник. На, Диман, убегай. А, вот куда он идет, кстати говоря. Это действительно круто. На Спектру. В итоге Спектра что делает? Получает трек, уходит с ульты. Я так понимаю, она уходит на топ. А здесь ее уже ловит Мипа. Ха-ха, и Дайгер здесь уже не помог. Классно, классно. Дальше все сделало Спектра. Класс. Отдала килл Мипа вместо Слардара. Ну, вариантов у нее было немного. Так, СФ, СФ, Тимбер. Мипа успеет уйти со свитка, Койл летит. Никуда, вот куда остальных девать-то, Мипа? Нет, не успел он их пуфнуть обратно. Жаль, жаль, жаль. Тем временем Дима З3 пробежается на топ. Опять хочет четверых развалить. В принципе, здесь в лесу он сможет найти Омника. Но вряд ли он его убьет сейчас. Может, конечно, кинут на него трек. А вот вдовнем со Слардара можно уже убить. Это довольно быстро. Ворует сейчас Рубик амплифайку. Тоже, в принципе, сейчас кинуть хотя бы на Слардара. Но он уже убежал. И на спринте бежит довольно быстро. Имперсоу. Вризинг Дест. Не было стана от Леши. 25 километров. Нормально. Сделал Блинк Даггер. Ушел. А тут тем временем еще и трек разбрасывает Бомбит Хантер. Подсвечивает соперника, чтобы знать, где он находится. А вот Дизраптор здесь как бы не оказался полной задницы. Кинетик Филд назад хотя бы дать, чтобы как-то застопить соперника. Хотя он дальше не пошел. Ну, я бы дал лично. Чего жалеть-то? А если бы там оказалось четверо, я бы даже и подрался. А что, камбэк назревает? Камбэк в каком месте? Убили... Не убили Слардара? Ты имеешь в виду или что-что? Сейчас гнали за Слардаром, а не убили камбэка. Я думаю, что не будет пока что. Ладно, пока что. Хоть там и Диффуск сейчас вот-вот появится. А МИП на боте сейчас здесь готов расчленить любого. Сеточку чуть-чуть. Ну, пуф-пуф-пуф-пуф. Ну, ладно. Нормально. Бомбит Хантер тем временем разгрызает там СФ в МИДе своими коллегами. А МИПа совсем что-то бесчинствует на боте, где почти забрал очередную вышку. Да уж, преимущество растет на глазах. 110 крипов у МИПа фармит тут действительно очень хорошо. Сейчас открою Нетворс, посмотрим, что там у нас как раз-таки сам другой Слардар, который сейчас вот-вот вивает 5 Рубиков в МИДе. На том же месте, где СФ убили. 9600, 8800, 7200. Нетворс. Это трех игроков команды Асуру. Ну, и графики, думаю, что говорят сами за себя. Ну, в среднем 90 крипов у СФ на доту-байду. Билл Старик Шторм, но у Спектры шансов там не остается. Доработал дело Дима З3. Рубик ворует у него, судя по всему. По-моему, Сюрикен, наверное, своровал он последним его. Просто даггерам некуда было откидываться, некуда уходить. Когда тебя убивают, 5 раз Диспершн, по-моему, кажется адекватным выбором. Ну, я уже говорил, что на дата-байфе у него по 90 в среднем крипов за игру на Спектре. Вот сейчас он пока 76 убил, то есть еще 14 крипов ему надо, чтобы подтвердить свой класс. А Баунти Хантер берет Сашу Яшу, что не очень радует. Димон, если ты смотришь или слушаешь меня, собирайся, я сейчас Дагон 5. Мне кажется, он будет играть на Лондруиде, если его не забанят. Оправдая русского гуля. На Лондруиде тоже Дагон сперри положили в Другида. А в Медведя... Так, врыв от Слордара. Неплохой, я бы сказал, просто великолепнейший врыв. Пытается как-то спойтись под ультой Омнигнайта, но мы видим, что она только-лишь только продлевает мучения, по телу ОХП остается. Сейви, 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 ага. Что ж, неплохо все равно. Дима, Дима берется до конца. Спектра уходит. Но тут можно СФ подрезать, это еще проще. А вот тут Леша 25 км. Не подстанил Спектру, Спектра дает Даггер. Спектр Даггер, может быть, сейчас зарешает? Нет, увы, не зарешал. А Омника здесь. Ого, Дима за 3 умирает. Нормально. А вот еще Слордар не ворвался, только потом. Ну, 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 хотя бы так. И Тимбер теперь делает минус 2. Не, ну, считай, под фонтаном дерутся, так что-то понятно, потеря. Леша отошел. Ну, по меркам 21 минуты. Так. Даггер покупает СФ. Да, блин, Даггер у СФ. 27.11. Ну, это уже какой-то трэш происходит, все равно графики растут. Напоминаем, что первую игру Old Friends выиграли, если кто-то забил. Кстати, чекну сейчас наш этот, сколько там по билету смотрят. А, Old Friends, да. Уже 222 человека, ребят, покупайте билет. Ну, это стоит того, чтобы прийти в количестве 200 человек, посмотреть на игру Димана в One Love. Я считаю, что надо паблики открывать в честь этого игрока. Реально движ наводит очень серьезно. А этим мне не нравится его, но... Стоп, Даггер собирает. Ах, красавчик, просто. Все. Диман, Диман. Ты воздействуешь на игроков, это нечестно. Мы тебя дисквалифицируем. Я просто включил его, смотрю за его. Крысятничеством. Просто лучший, по-моему, Хантер, пока на турнире. По-моему, единственный был. По-моему, нет. Хотя я могу ошибаться. Был, по-моему, Хантер. Кстати, команда Golden State заявила, что она выиграла. Первый матч нашему администратору. Да уж. Интересный подход. И, возможно, я не знаю. Может, их... Не, ну это, конечно, не дисквалифицирует. Но нехорошо так делать. Спектра дерется с Диман Зе. Диман Зе 3. Диман, живи, Диман. Крест на Димана. Сволочи. Дазл, увы, крест у него не крест. Дазл. Похоронный крест. Крест только на себя кинул, когда ворвался Тимбер. Теперь еще проблема у Леши 25 км. Стану разворотить, может быть, даст даже. Полифайк подать по Тимберсову. Убить его буквально с двух ударов. Станом достал. Помогить хоть кто-нибудь ему. Но нет. Нет, никто не помог. Ненавижу этого Дазла. Мы уже чисто в открытую. Глорин за команду. Сура. Я думаю, что мы не скрываем своих чувств. Да, Касури. Конечно. А Ирина, мне кажется, после этой игры все-таки влюбилась в этого парня. Он уедет к нему теперь жить. Как вот там Ник, по-моему, зовут. Да, по-моему. Ну так вот завоевываются женские сердца. Хотя я бы отдал свою жопку Диману. В таверне он пока сидит. Ворды зачем-то его заставили купить. Сейчас за петушиной ворды, а ну продай их. Хороший выложил. И вперед в бой. Ну, блин, он теперь сидит будет в бегательнике, конечно. Ну ладно. Так, и потому что это неинтересно. Мы смотрим только за Балантихантером. Да, 959 у него заход на низ. Ага, в ожидательной позиции. Это ура надо ломать, на самом деле, по-хорошему. 24 минута, 30, 13. Смотрим, как охотится охотник. С вами передача в мире животных. Вот первое животное найдено от спектра, которое бьют тигры. Да, животное получает тычку. Даггер в ответ. Сюрикен. Уходит в нвиз. Охотник затаился вновь. Открывается с женатки. И буквально одну автоатаку. Дело сделано. Баунтихантер, хардлейнер, убивает. В соло. Мейкер команда Никен. Этим все сказано. Не вывез даггер. Мало, мало урона. Мало даггера. А скоро будет догон. Да. А что диффузат не проюзал спектра? Ха-ха. Вот он рак. Зачем... На тем временем забирается лордар. А Баунтихантер вновь рвется в бой. Зачем собирал-то диффузат? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. А вот тем временем врывается лордар на Тимберсова. Убивая его буквально мгновенно. Мипа чуть-чуть опоздал. Димон, Димон, треки не забывай вешать, Димон. А то раз любим тебя. Там не до трека. Но вот он. Трек полетел на Умник Найта. Врывается лордар. И раз, два, три. Слушай, разваливается, как я не знаю что. Там столько минус армора, что я им не завидую этим временем. Что ж делает Мипа? Ха-ха. Мипа убивает. Вот что он делает. Старик Штормка остается здесь. По-моему, тут даже спектры-то нет. Или была? Нет, ее там точно не было. Сэвит Мипаря. Дайгер, дайгер, дайгер в Диму достает. 80 хп остается. Не затащил дайгер. Мало слишком урона от него. Мало. Но кровь и за нос и течет у него, видишь? Только сейчас отпустила. Что, не прилетел дайгер на щит Диму? Ну, вот, наконец. Выкладывает он щит бомжа. Надо, наверное, отригениться. На топе у нас с румной иллюзии. Да, надо на базу идти. Эх, Димун. Заводи машину, Димун. Тараско. Тараско у Мипа. Да. Тем временем у спектры диффуза, который она не прожимает. А вот и догон, да? Или это уже второй левел? Это второй. Я что-то как-то пропустил чуть-чуть. Но он еще пока не шлепался. Сейчас пошлепается. Так бы еще 16 левел, чтобы нормальный трек такой сочетный. Там по 250 золота будет капать. Там быстро на догон накопит. Я боюсь, что игра просто скоро дойдет к логическому завершению. То есть спектра переформит и перевернят. 8000 NetWars. Все равно лучше в команде. Он Рубика. Помнишь, у нас был дезераптор? А, Вингау, который был минус 200. У меня сейчас минус 906. Ну, это как бы... Точка, да. Слишком маленькая эта полоска. Ну, а тут... Там у Лехи 25 километров, а у этого 903 миллиметра. Итак, Димон стоит, видит... Дубика не видит преград. Ну, а так он. Хотя бы диффусками снял из себя. Ворвался Мипа. Обратно глимсанули. Омника. Сетка не попала. Печально. Старик Штормка остается тупо на пустом месте без кинетик филда. Ворвается с Лордар. Бежит обратно. Загоняет соперника под... Под Тир-3 на хайграунд. Ну, и при этом забирают спокойно Тир-2 тавр. И могут даже спокойно идти на ХГ. Чего ждать-то? Да, у них особо нет таких скиллов, которые нужно долго ждать кулдауна. Тут врыв по КД от Слордара. Отката до гона. Да, да, да. Много не надо ждать. Отбегает Леша. 25 км. Там кинетик филд. Ворвался Мипон под этот кинетик филд. Расчленив СФа. Можно еще и сеточку сейчас дать подвоем. И с ними сделать абсолютно то же самое. Это трипл килл. Теряет первую сторону команда... Эникен. Даже показывает, что теперь Рубик ворует. Ничего себе. Так даже не обратил внимания. Третий догон тем временем. У Димана. Ну, кстати, Леха 25 км. Тут тоже наваливал. Будь здоров. В этой игре надо отдать ему должное. Ну и Мипа. Не просто так оказался. Профильным героем. 17 тысяч нетворца. В прошлой игре на 49-й минуте у лучшего кэри был. 20 тысяч нетворца. Как считаешь, достойный конкурент World Elite? Да. Да нет, на самом деле я бы не хотел с этой командой так играть. Я ничего не хочу. Даже стебаться не хочу. Тут как бы... Уже не смешно как бы, да? Нет, ну так-то, конечно, уровень не супер. Но Диман там просто упивается. Господи, что происходит, а? Линейдж какой-то все светится, папа. Да, да, да. И только Диман своим догоном карает, бегает. Я бы, типа, не был бы слишком доволен, попав против этой команды. Я бы каких-то уральских самураев предпочел себя в соперниках увидеть. Но если брать из команд, занявших первое место, а Сура в этой группе займет первое место, то это был бы неплохой вариант. Всяк лучше, чем World Elite. Ловить себя в группу или что-нибудь типа того. Хотя World Elite, естественно, отдадут нам матч по дружбе. Но все равно, знаешь ли. Ну что, ты все сказал? Да? Я все сказал, я все сказал. Да, ну раз мы все сказали, ребят, мы переходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами, ждем следующего матча. А следующий матч будет действительно интересным. Это будет матч Мининеров. Там будет участвовать в том числе и команда Асура. Ну и, конечно же, команда Old Friends.